Новый кейс и некоторые полезные фиксы. 25 новых шапок и 11 новых unusual эффектов, которые в совокупности образуют целых 29 новых вариаций эффектов необычного типа. Подробнее обо всём этом сразу же после нашего спонсора. И это teftrade.net. Здесь вы можете даже не продавать свои предметы лично, пускай за вас это сделает бесплатный бот сайта. Просто выбери режим ручные цены, выстави цену и дай боту сайта сделать своё дело. Teftrade прозрачно честен с пользователями, поэтому не забывай о небольшой комиссии при продаже предметов таким способом. Но даже без этого teftrade добавит цены вашим предметам, если на них есть спеллы или краска, а также сразу покажет, как предмет будет выглядеть с краской и unusual эффектом, что значительно облегчит выбор на сайте. Сайт постоянно улучшается и обновляется, в том числе и по просьбам пользователей, так что за удобство его использования можешь не переживать. Более того, эту рекламу я пишу без какого-либо ТЗ, так как сам постоянно пользуюсь сайтом и души в нём не чаю. Повезло мне ещё и деньги за его рекламу получать. И если ты когда-либо искал удобный и действительно народный сайт по обменам в ТФ2, то тебе на teftrade по ссылочке в описании. А теперь, друзья мои, без лишней болтовни, сразу приступаем к обзору нового кейса. Сейчас сначала будут косметики, потом будут unusual эффекты. Их почему-то очень много, 29 штук, 11 всего и 29 в принципе с вариациями. Я так посмотрел в блоге, там ещё пофиксили баги, об этом расскажу позже, но сперва, как всегда по классике, мы обозреваем, начиная с синьки. И, боже, как мне нравится, он такой милый, он такой поросячий кейс. Если кто не знает, я очень люблю розовый цвет, да ну да. Всё, начинаем. Первое, Pest Spads. Я подозреваю, что это на коленнике и, скорее всего, на скаута. В принципе, не самый худший предмет, наверное. Я не знаю, как он ещё будет работать. Может быть, если здесь 4 штуки, то это и на коленнике, и на плечнике, условно. В плане стилистики довольно подходящий предмет, потому что скаут весь такой спортивный. И я думаю, ему это точно не помешало бы дальше. Тимплеер, я подозреваю, что часть сета именно на скаута. Это уже под вопросом футболка. Да, номер один, но это обычная футболка, которая особо ничем не отличается. Вон клетчатый край на рукаве. Однако синька и ничего особенного. Я даже как-то не злюсь, вы сами понимаете. Throttle head. Окей, ладно, окей, у нас была бандана. У нас была бандана рокера. И у нас были какие-то сомнительные предметы на скаута. Это еще один похожий предмет, который я даже не собираюсь как-то дополнительно, я не знаю, комментировать. Потому что такой, 50 на 50. Кому-то зайдет, кому-то нет. Козлиная оборотка, бакенбарды и бандана с логотипами Т. В принципе, не знаю. Tactical turk neck. Turtleneck. Подозреваю, что на шпиона, судя по силуэту. И на самом деле, если между нами, то это не синька. Это не синька, это как минимум фиолетовая. Потому что выглядит довольно мощно на кого бы это ни было. Но я подозреваю, что все-таки шпион. Опять же, вижу первый раз, не догадываюсь, на кого это все может быть. И выглядит солидно. Мне нравится такая полуводолазочка под таким жакетом. Далее у нас идет chaser. Это... О! Окей, извиняюсь. Такое ощущение, будто сама картинка немного не подходящая под стилистику обычного типа предметов. Тут прям довольно такой целостный персонаж. И это плащ. Полуплащ на солдата, который выглядит, черт возьми, не совсем плохо. Я хочу сказать. И даже, возможно, я в нем заинтересован. Но синька, опять же. Далее barefoot brawler. Боюсь представить. Подождите, это все было на демомана. Team player. Нет, я надеюсь, что это не было на демомана. Но это демоман. И я не знаю. Допустим, это прикольно. Ладно. Это синька. Ее можно простить. Далее у нас идет Hawaiian hunter. Воу. Это летняя панамка. Плюс солнечные очки. Плюс, я так понимаю, что это на шпиона. Anyway. Достойная замена, по моему мнению, обычной панамки. Далее combat casual. Ммм, на хэви. И опять это очередная hunter хэви. Я не знаю. Я не знаю. Я не вижу смысла во введении такого огромного количества почти одинаковых аксессуаров. Ну, кому-то, возможно, придется это больше по душе. Я не знаю. Western rubs. Воу. Эээ, окей. Ковбойский сет на инженера. Я надеюсь, будет еще и продолжение. Было бы просто бомбезно, если бы это не был единственный предмет. Потому что выглядит довольно интересно. И я уже знаю, что многие будут делать с этим сеты. И с предметом с gunmetal. Я не помню название. Та самая шляпа шерифа. Undercover brawly. Я не собираюсь это комментировать. Потому что, если это еще и на все классы, я не знаю. Это будет самый дешевый, самый тупой unusual. Очередной. Я не знаю, зачем их вводят. Будем откровенны. Это очередной рискин шапки на хэви. Далее. Boston Brain Bucket. Вот. Это часть сета, который был изначально вот здесь. Да. Теперь у меня все сходится. Скорее всего, это так и есть. И очень, опять же, похоже на человека ядро. Да, человеке-дроне может быть unusual, это может быть, скорее всего, unusual. Поэтому какие-то плюсы в этом есть. Однако смысл этого предмета в целом, посмотрим. Ripped Rider. О, господи боже. Это что? Это на кого? Нет. Нет, 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 нет. Не говорите, что это на... У меня, у меня все. У меня ступор. Это Scout. Это All Class. По-моему, это Scout. Это Scout, конечно. У него перевязка. Это Scout. Боже мой. Это мне надо. Мне надо. Папе надо. Я вам серьезно говорю, это выглядит уже бомбезно. Порванные грязные такие рукава. О, господи, это выглядит круто. Господи, эта кожанка нужна мне в реале. Окей, это пока что лучший предмет so far. Дальше. Loanmaker. О, щит. Но я не знаю, это забавно. Окей, это вызвало у меня смех. Это не так плохо, как вот эта вот штука. Это забавно. Это прям такой американский дяденька, дедок, который убирает газоны с газонокосилкой. Это забавно. Далее. Detective. Очень неподходящий для солдата предмет. Я знаю, оно часть вот этого сета. И, скорее всего, возможно, вместе это выглядит лучше. Но, простите меня. Опять же, эти бакенбарды, они как будто скопированы буквально вот отсюда. Я не знаю, если честно. Давайте дальше. Van Hangover. Ладно, ладно. Демоману не хватало такой веселой рубашечки, которая была, выходила буквально недавно на... Если мне память не изменяет, скаута, инженера и спая. Поэтому, ладно. Летний прикольный аксессуар. Зачетный. Еще и с филкой на руке. Я так понимаю, это так называется. Chopical camo. Ни малейшего представления, что это. Такое ощущение, будто рискина вот этого. Даже паттерн очень сильно похожий. Но, скорее всего, либо на все классы, либо на... Это снайпер. Однозначно снайпер, потому что коготь, клык, что бы там ни было и патроны в кармане. Окей, я уже хочу увидеть это в игре. Далее. Squatter's right. Мг. A physie pharmacist. О, боже, что мой. Медик решил устроиться в фастфуд. Что за фетиш с фастфудом? Я вообще не понимаю, в чем прикол. Ладно. Anyway. Кола какая-то в кармане. Далее. Night Vision Gawkers. И мы переходим к самому интересному, к розовому качеству. Которых на этот раз 5 штук. 5 штук розового качества. Немного, ладно. Извиняюсь. 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 Splinter Cell. Что-то очень такое вайбовое. Боже мой. Боже мой. Observer. Новая версия. Что? Ребят, это выглядит ужасно круто. Это выглядит ужасно круто. Господи. Спаю всегда не хватало такого аксессуара. Я вам говорю. Хух. Окей. Headbender. Подозреваю, что это... Эм. Эм. Это почти 100% солдат. Но это такая огромная отсылка на Bonk Helm. На одну из моих любимых шапок в игре, в принципе. Вместо баночек Bonk у тебя просто бомбы присобачены к голове. Я все еще жду, пока введут похожий аксессуар на Спая. Где у него вместо всего этого по бокам сигареты и трубочка в виде гигантской сигареты в рот. Это было бы офигенно. Ладно. А, менсиар Греноль. Я не разговариваю на... Иисус мой бог. Что это такое? На Спая. Шапка на голову в виде жабы курящей. А теперь самое интересное. Лично для меня. Soda Cap. Я боюсь представить, что это. Мне очень хочется, чтобы на Скаута был какой-то очень прикольный аксессуар. Я говорю быстро, потому что я взволнован. Cousin Car Taggy. Я не знаю, как это читать. Даже уже. О, окей. То есть розовое качество. Действительно делит вот это с вот этим. Вот это с вот этим. Ребята, это не розовое. Вот это не розовое. Это синька. Почему оно здесь? Я не буду душить. Я не буду душить. Ладно. Но это уже бомба. Это бомба. И мастхев, скорее всего, для любого пиромейна. Или вообще человека, играющего за пиромейна. Это выглядит очень круто. Черные рукава на фоне красного, обгоревшего вот этого всего сверху. Господи, еще и снизу бантик. Я не знаю, как это назвать. Он тоже догорает. Это выглядит охрененно. И, наконец, качество, которое разочаровывает нас уже на протяжении нескольких лет. Это красное качество, которое должно быть самым дорогим, самым крутым. И является самым говном. Извините меня за такие слова. Rocko. И последний предмет в этом кейсе. Decorated Veteran. Я не толерантен к подобного рода аксессуарам. Это аллигатор. Это крокодил. Это круто. Это прикольно. Это что это? Это не прикольно. Это не круто. Это хрень какая-то. Ладно, окей. Decorated Veteran. И дай бог, чтобы это было хоть что-то стоящее. Я вас умоляю, ребят. Я уже дофига денег влил на то, чтобы потом купить кейсы в будущем. И то, что я пока что вижу, я не знаю. А, окей. Стоп. Это панамка. Очередная. Очередной аксессуар, где очень много стилей на разные классы, я так подозреваю. Мне очень сильно нравится стиль для, очевидно, пиромана, который находится слева. Вот этот радужный весь, пироландийский и так далее. В целом, в целом, я не могу сказать, что кейс вышел идеальный. В нем есть предметы, которые вызывают вопрос. Rocco, Soda Cup. Вот эта вот хрень. Это, это, это вызывает вопрос. Это вызывает вопрос. То есть, да, кейс такой, 50 на 50. И, я не знаю, давайте перейдем просто к обзору unusual эффектов, которые здесь есть. И уже потом будем выносить с этого какие-то выводы. Потому что я подозреваю, что... Окей, мне просто интересно, какие unusual эффекты. Давайте перейдем к этому. Ну и что касательно новых unusual эффектов, очень много. Окей. Crustation Sensation. Это очень милые спайкрабики. Я так понимаю, что в двух вариациях. Для красной и для синей команды. Сейчас проверим. Да, именно так. Это для красной и для синей команды. Причем они очень милые спайкрабы. Поэтому это пока что мой фаворитный эффект. Хоть он и не будет самым популярным среди игроков. Это точно. Следующий эффект. Frosted Decadence. И это не совсем, наверное, летний эффект. Я вижу конфетти. Я вижу маленькие спарклы. Он довольно обширный, объемный. И выглядит довольно прикольно. Но летний ли он, это вопрос. И на что он пойдет, тоже вопрос. Причем у него вроде бы также есть вариации. И да, вторая вариация для синей команды. На самом деле, мне очень нравится сама идея в том, что эффекты могут быть командного цвета. Потому что это разбавляет несколько шапок, которую вы только что выбили. Она может быть одной для одной команды и другой для другой. Тогда имеется смысл в нанесении на нее командной краски и так далее. Поэтому за это вообще один респект. Выглядит нормально, скажем так. Следующий эффект Sprinkled Delights. И да, тот же самый эффект, только серый абсолютно не заслуживает внимания. Не самый интересный эффект. Далее, Terrestrial Favor. Я не знаю, как мне описывать эти эффекты. Их стало слишком много. Они стали слишком одинаковые. Поэтому это просто интересный лаймово-желтый эффект, у которого очередного, наверное, будет очень много вариаций самых разных цветов. Как я уже говорил, да, очередная цветовая вариация. Tropical Thrill. И это выглядит уже чуть более интересно. Какие еще будут, сейчас узнаем. Это Flourishing Passion. И чем дальше, тем лучше, на самом деле. Это уже совсем круто выглядящий эффект. Цветовая гамма просто бомбезная. Вот его бы я точно хотел выбить. Окей, видимо, на этом кончился тот эффект. И теперь у нас пошли... Салюты. Как только я увидел этот фейерверк, я абсолютно забыл его название. Наверное, оно где-то здесь на экране у вас появляется. Довольно крупный эффект, как для Unusual. Довольно интересный. И опять же, наверняка, в цветовых вариациях. Blazing Fireworks. И он такой лаймовый. Мне аж страшно. На самом деле, выглядит очень круто. И здесь, кажется, есть какие-то маленькие партиклы из неиспользованных аннижел эффектов ранее. Я так посмотрел, там еще целых пять фейерверков. Это желтый фейерверк. Это Twinkling Fireworks. Тот был Shimmering. Это Sparkling Fireworks. Возможно, один из фейерверков, который лучше всего подходит по цветовой гамме игры. Glowing Fireworks. Абсолютно хаотически распределенный. И, по-моему, эта смесь всех абсолютно существующих фейерверков выглядит ужасно пестро. И абсолютно, извините меня, безвкусно. Простите, простите, я знаю. И, наконец, Glimmering Fireworks. Я даже не знаю, в чем разница между ними. Как можно будет отличить предыдущий от этого? Этот менее объемный? Менее цветастый? Вообще, у меня сейчас вопрос возник. Это на шапке или на... Или на таунты? Простите меня, это слишком большие яркие эффекты. Следующий эффект Flying Lights. Окей, я видел его в мастерской уже, по-моему, не один год. Это очень, очень милый душевный эффект. Причем, весьма, опять же, объемный. Flying Lights, первая версия. Видимо, для красной команды, а другая будет для синей. О, он очень милый, он очень крутой. Да, как я и говорил, за синюю команду тоже версии есть. И причем она не выглядит ущербно. Обычно за синюю команду версии всегда, да, значительно хуже. Но этот выглядит более-менее достойно. Мне нравится. Ах, да, и пошли цветовые вариации. Я не знаю, что за фетиш с цветовыми вариациями, но становится их очень много. Если вы пролистаете новый кейс, там просто целый список из эффектов, по сути, одинаковых, только разными цветами. Да, Flying Lights довольно интересный. Опять же, лаймовый. Глаза выжигает даже. Тот же самый эффект, другая вариация. Я уже забыл даже название, успел. По-моему, это как эффект красной команды. Чуть более пониженным. Не знаю, содержанием красного. И я не знаю, в чем его прикол. Да, он как бы горит. Но, если честно, в нем я смысла мало вижу. Следующий эффект. Cold Cosmos. Боже мой. Да, это очень круто выглядящий эффект. Опять же, по-моему, есть какая-то договоренность, чтобы эффекты не были круче тех, которые были уже раньше. Либо это моя, знаете, конспиративная голова так думает. Но могло быть лучше, честно. Он мог бы быть объемнее. Луна могла бы быть та-та-та-та-та. Я могу говорить много, но сам ни черта не умею. Поэтому просто круто выглядящий эффект. Могло быть лучше, но он сам по себе крутой. Refracting Fractals. Сколько можно фракталов? Я не знаю, в игру добавлять. Но это эффект, который очень похож на уже существующие в игре. По-моему, они даже называются практически идентично. Тоже какие-то фракталы. Да, это интересный, прикольный, спиральный эффект. Но мне такие не то чтобы очень сильно нравятся. Поймите меня. Просто они не совсем стилистически подходят к ТФ2. Стартранс. Да, что-то напоминает мне их старые хэллоуинские эффекты, но со звездочками. Эффект красивый, цвет классный. Мне нравится. И его другая цветовая вариация. Как я и говорил, за синюю команду они уже заведомо хуже выглядят. То есть это тот же эффект, но с разделением на команды красную и синюю. И данный эффект, синий, он значительно, скажем так, уступает своей красной версии. Сталаш. По-моему, они все приняты от одного человека, если честно так кажется. Потому что, опять же, та самая цветовая гамма. Сначала командный, потом зеленый, потом что там будет. И дайте угадаю заранее. Желтый и непонятный. Вау, блин, как он угадал, что дальше будет желтый? Невозможно. Я бы представил, что будет дальше. Какой-то невероятный, либо серый. Скорее всего серый. Вы можете мне не верить, но я буквально на фоне того, что были до этого эффекты, угадал, что да, он будет беленький, серенький. Кстати, не серый, а скорее беловато. Серый. Скорее в белую сторону уходит, что выглядит гораздо милее. И я вижу прям, как вот эти маленькие облачка, они всасываются в центр, что немного странно, как слизь. Но, тем не менее. Следующий эффект. Contagious eruption. Стоп. Это не эффект, который должен был выйти на Jungle Inferno, где идет вулкан какой-то определенный. Это однозначно вулкан. Лаймовый вулкан. И я надеюсь, что другая версия будет оранжевой, чтобы она была прям... И я прошу прощения. Ладно, видимо, это были что-то наподобие звездочек. Это уже Daydream eruption. И в Telegram премиум реклама прямо в T4, я так понимаю. Ну ладно. В принципе, круто, но, по-моему, перенасыщение какое-то. Нет. Я не могу следить просто за эффектом. Он какой-то... Тут и дымок, и искры, и звездочки меняют цвета. Let's go. Вулканик eruption. Извержение вулкана. Да. Да. Да-да-да. Вот это я и хотел увидеть, на самом деле, глядя на первый еще эффект. Contagious eruption. Потому что вот это то, что надо. С огнем будет выглядеть просто бомбезно. Я вас уверяю. Просто бомбезно. Если у кого-то есть миски, кто-то обладает гигантским карманом. Вперед. Далее Divine Sunlight. Это уже какой-то следующий уровень. На самом деле, микровселенная у тебя над головой. Но не вселенная, вы поняли. Солнце и... Боже. Очень интересный выглядящий эффект. Хочется увидеть его прямо в игре у кого-то. Прямо у человека. Чтобы понять, как он будет вообще вписываться в стилистику игры. Далее. Audiofill. Audiofile. Маленькая игра слов. И... Так. Окей. Это уже куда более интересная задумка эффекта. С AirBuds'ами... С AirBuds'ами, извиняюсь. Будет выглядеть просто идеально с этим эффектом. И я надеюсь, у него есть другая цветовая вариация. Я более чем в этом уверен. Если есть зеленый, значит есть другие. Вперед, посмотрим. Да, вторая вариация Sunwave. Она выглядит чуть более спокойно. Чуть более приземленно. И... Следующее. Это синестезия. Это, по-моему, самое интересное из них. Зеленая не такая прикольная была в моем понимании. И опять же. Если говорить обо всех unusual эффектах. Сразу становится понятен какой-то паттерн некий, по которым их вводили. Ну и, конечно же, друзья мои. Как вы могли подумать, что я оставлю вас без шести новых кейсов. Почему шести? Потому что PIS открыл шесть. А я чем хуже. Возможно, вы даже с его ролика пришли. И вот они все мои дорогие. Действительно дорогие. Поэтому вперед выбивать шесть синек. Дорогие мои друзья. Время позднее. Надо кричать. От синевы, которая мне выпадает шесть кейсов. Новейших. Ребята, как видите, ни одного предмета у меня еще нету из них. Поэтому давайте начнем сразу без лишних прелюдий. Честно. Я не думаю, что в этот раз мне что-либо такое замечательное. Детектив. Один из самых стрёмных предметов. Я знаю, это отсылка. Вы в видосе PIS увидите на что. Потому что я отсылки никогда не выкупаю. Из новых кейсов никогда. Отличный, странный. Сразу же продаем, ребят. Это главное правило всех новых кейсов. Сразу же продавать то, что выпало. Иначе оно потом будет стоить ноль рублей, ноль купеек. Далее у нас довольно-таки миловидный на спая. Костюмчик, но синька. Три кейса осталось. PIS выпало розовое. ROMI выпал анжужуал. Мне выпадет кукиш с маслом. Хватит давать мне это. Мне как бы грех жаловаться. Ладно, тактика моя рабочая. Всегда. Быстро открыть, чтобы не успел заметить, что выпало. Ммм, ужасно. Ммм, расширитель. Ладно. Расширяться, судя по этому, будет у меня вовсе не рюкзак. Последний кейс. И финалочка будет роликом. Господи. Может сразу удалить? Такое ощущение, будто Valve и создатели эффектов необычного типа поняли друг друга. И отныне в игре будут только и делать, чтобы являться практически идентичные один другому анжел-эффекты в схожих цветовых вариациях. Не то, чтобы это плохо. Просто складывается ощущение, что новые эффекты вводят просто, чтобы были. Так или иначе, поздравляю всех, чьи эффекты были введены в игру. А что касается фиксов игры, добавленных в этом обновлении, я почти уверен, что многие будут рады им даже больше, чем новому лутбоксу. Несмотря на то, какой он милый не могу. Самым значительным фиксом стало исправление ошибки, при которой у некоторых игроков игра вставала намертво на несколько секунд после того, как их убили. Им показывалась камера смерти. Теперь подобные фризы не должны появляться от слова совсем. Вторым значительным фиксом стало исправление эксплойта с падением сервера из-за того, что снайпер пытался бы, цитата, съесть свою винтовку. Вызвано это было сменой класса на снайпера во время того, как Хэвик ел свой бутерброд. Тупо, но и на этом спасибо. В остальном же фиксы максимально незначительные. Там освещение, тут материалы фильтров в магазине и во время айтем-теста, и в целом всё. Ах да, чуть не забыл. Самое главное, файлы локализации, конечно же, были обновлены. В целом, я ничего большего от нового кейса и не ожидал. Справедливо было бы заметить, что вещи в нём действительно хорошо описываются фразой 50 на 50. Есть как и по-настоящему крутецкие новые предметы, так и абсурдные и бредовые айтемы. Куда же без них? У меня лично возникли претензии лишь к несоизмеримо огромному количеству новых эффектов необычного типа, которые порой даже отличить друг от друга несколько проблематично. Так или иначе, надеюсь, ролик был вам полезен. Я побегу открывать новые кейсы. А что думаете об обновлении вы? С радостью почитаю и ваше мнение в комментариях. А пока что благодарю всех спонсоров на Бусти, донатеров. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу в Стиме и ВКонтакте. Обязательно залетайте в Телеграм. Всем удачи и до связи. Субтитры сделал DimaTorzok